Добрый вечер. Да это не важно, но давайте поговорим. Давайте поговорим. О чем? У меня сразу такой вопрос. А вы на зарплате как пропагандист работаете или нет? Я дедушка-пенсионер. Какой пропагандист? У вас много дедушек-пенсионеров, наняты ЦИПСО и сидят там за сколько-то денег, общаются. Да, понятно. Вы не из таких? Нет. Я б сидел бы за компьютером, а не за телевизором. Не-не-не, не обязательно. Там есть алгоритмы. Такая бы аппаратура была, чтобы я лежал на кровати, на диване. Да нет, сидят именно так. Ну, чтобы все натурально выглядело. А, натурально. Ясно. А хотели бы такой работой заниматься? Да, нахрен она мне нужна. Ну, подработка, пенсия, нормально. Все равно шообщаетесь тут. Я и так нормально получаю пенсию и нормально еще зарабатываю. А сколько, если не секрет? Сколько, если не секрет? 12 тысяч. 13 тысяч гривен? Да. Это всего или только пенсия? Пенсия, пенсия. А еще подработка? Ну, подработка умножь еще на 4. Не слабая у вас подработка. А кем подрабатываете? Знаете, кто такой мельник? Мельник? Да. Тот, кто на мельнице работает? Да. Так вот, я техник, технолог, мукомольную, крупяную, комбикормовую производство. А, ну это какая-то, наверное, специфическая такая должность, да? Не, ну, это я себя так мельником называю. А вообще-то я начинал с технолога, закончил директором предприятия, сейчас позвали меня на новые, вернее, я его строил до войны, время войны чуть-чуть прикрыли, а сейчас назад позвали, работаю начальником производства. А, ну, блин, для начальника производства нормальная зарплата, да, тогда респект. Это такая производственная, важная в аграрном секторе, да, должность? Да. Круто. Сейчас специалистов в моей профессии очень мало. Ну, блин, сейчас вообще специалистов мало. Вернее, с опытом мало. Может, у вас какие-то вопросы есть? Я хотел бы узнать, за что ваши ребята здесь умирают в Украине. Гражданский долг исполняют. К сожалению, иногда приходится терпеть потери. Подожди, 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 подожди. Ты Леонида Филатов, по-моему, да? Про Федота Стрельца? А? Про Федота Стрельца? Не-не-не, зачем мне тебе Федот Стрельцец? Сказка о трёх апельсинах? Да не-не-не. Блин, а какие? Ты Шелк его знаешь? Ну, я два только что назвал. Только не сказал бы, что стишки. Он и стихи писал, ты что, не знал? Давай я тебе продиктую, прокомментирую. Давай? Давайте. Филатова с удовольствием всегда послушаю новое. Давай. Да не новое, он старый этот. Сколько её уже, самого нет. В девяностых умер. Ну? Предродины, конечно, неудобно. Долги, конечно, нужно отдавать. Но почему она в оплату долга с нас требует кого-то убивать? И коль у вас пред ней долги такие, что даже сжись в оплату их пустяк, то хочется спросить вас, дорогие, зачем же вы одолжили так? Коль родина удар наносит сзади, да так, что о глазах потом круги, то лучше, дорогие, не влезайте к этой страшной родине в долги. Вы откуда это читаете? Это просто великолепно было. Это просто великолепно. Если бы я был на зарплате пропагандистом, я бы сейчас не лежал на диване, а сидел за компьютером. Бум!